По традиции, каждый год в корпорации ВСМПО «Ависма» проводится эстафета добровольных пожарных дружин. Этот год не стал исключением. 28 июля на стадионе Верхнесалдинского многопрофильного техникума снова было жарко. Еще чуть-чуть и будет пожар, но на ВСМПО трудится достаточно людей, знающих, как справиться с огненной стихией. Именно им в этот день предстояло выяснять, чья цеховая дружина самая умелая и оперативная. Сегодня проходит соревнование добровольных пожарных дружин. Соревнования традиционные, этапы, они каждый год одинаковые. По большому счету это как бы подведение итогов подготовки добровольных пожарных дружин в цехах, то есть где добровольные пожарные показывают свои профессиональные навыки, чему они научились в течение, скажем, этого периода. С ними постоянно в цехах проводятся занятия, тренировки различные. То есть очень часто наши пожарные добровольные принимают участие на первом этапе до прибытия подразделений профессиональной пожарной охраны, принимают участие в тушении и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций на корпорации, которые происходят. То есть люди это подготовленные, хорошо обученные, поэтому особых проблем в прохождении этих этапов у них нет. Этапы из года в год не меняются, но они все так же зрелищные и интересные. В самом начале эстафеты доброволец должен прибежать к телефонному аппарату, чтобы сообщить о возгорании в пожарную охрану. Затем инициативу перехватывает партнер по команде, который должен правильно осуществить боевое развертывание пожарного рукава. На третьем этапе преграды перед участником команды встает высокий забор, а после огнеборцам предстоит спасти манекен от беспощадного огня. Самой зрелищной частью соревнований остается четвертый этап, где участники борются с открытым огнем. С помощью огнетушителя противень с горючей жидкостью должен быть потушен полностью, иначе штрафные баллы. На финальном этапе состязаний огнеборцы на короткое время превращаются в снайперов, правда прицельный огонь ведут не из винтовки, а из пожарного рукава. Напором воды попасть по железной мишени не так просто, но все цели по итогам соревнования поражены со стопроцентным успехом. Несмотря на строгое судейство и непростые этапы, эстафета пользуется большой популярностью в корпорации. Константин Баканов, токарь цеха номер пять, в прошлом году впервые попробовал свои силы и больше не намерен пропускать ни одного мероприятия. Я принимаю участие в этой эстафете второй раз. Нравится, мне вообще нравится спортивная деятельность, мне нравится участвовать в спортивных соревнованиях, ну и вот в частности в пожарной эстафете. На твой взгляд, сегодня для вашей команды какой был самый сложный этап? Самый сложный этап, мне кажется, был тушение противня, но у нас товарищ по команде сделал все четко, слаженно, потушил с первого раза. А в чем заключалась сложность, самая главная? Попасть в противень огнетушителем, чтобы не в сторону куда-то, а именно в противень и выгнать оттуда пламя. Всего в соревнованиях приняло участие 20 женских и 39 мужских команд. Общее количество участников составило 295 человек. По результатам соревнований у мужчин лучший результат показала команда цеха номер 27. У женщин к финишу первой пришла дружина из цеха номер 32. Команды награждены переходящими кубками, медалями и грамотами.